Сегодня ребятишек-то нету, да? Нет. Никого нести. Все расслаблено. О, трапеза. А вот тарелочки есть. Валя, стрелочки есть. Это моё любимое место. Игорь, 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 молитва слова, пожалуйста, ой, не молитва слова, а это календарь мне отдай, пожалуйста. Я что могу сказать, у меня-то его и не было никогда. Я тебе давала календарь. Он где-то там, на самом деле. Найди, пожалуйста, я тебе лично давала календарь. Он где-то там, где-то там, где-то там, где-то там. Куда двигаться? Тут не буду двигаться. Нет, нет, нет. Сюда ходим, может, сесть. Сегодня день общения. Трапеза. Двигаться я не могу. Я утерся. Чайку. Все, не больше. Батюшка, подождем? А у нас что, крещение? Дарю небесный, утешителю души истины, и живи в детстве, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. Приди все ли севны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души нашу. Отец наш небесный, молим тебя, прибыть с нами. Господи, благослови нас на всякое доброе дело. Научи нас поклоняться тебе в духе истине. Быть благодарными всегда во всем. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, всегда и во веки, веков. Аминь. А вот это почему здесь? Ну, не выучит. Ну, вот. Татьяна Кузьминична. Возьмите Татьяну Кузьминичну. Спасибо вам. Спасибо вам. Там нет места. Так, всех вас приветствую с сегодняшнего праздника. Все именинники сегодня у нас. Да, День общины. Так, сколько уже лет-то, как это, в каком году было? 24 года. 91 год. 24 года уже. Вот так вот. 24 года. Как наша община образовалась. Как будто вчера. Да, как будто вчера. Кто-то уже были в начале, подписи еще ставили, когда мы собирались регистрировать. Некоторые уже ушли из этой жизни, вечности. Сегодня я вспоминал за литургией. Вот. Кто-то новые пришли уже. Много было за это время. Всего у нас. Кто-то отошел от нас. Но кто отошел, как мы знаем, лучшего ничего не нашли. Кто совсем в мир ушел. Кто куда-то в какую-то секту. Что вообще нет. Ну, никакие. Ничего нет. То есть, когда уходили кто-то. Я всегда спрашивал, ты желаешь больше духовной жизни. Кто уходил и просил, значит, ну, попрощаться так вот. Были такие. Да, я хочу более, ну, быть духовной жизнью. Здесь, то есть, находил он неудовлетворение. То есть, не хватало духовной пищи ему здесь. Пошел. И оказался где? Оказался там, что нельзя людям говорить о Христе. Представляете? Ему здесь не хватало духовной пищи. Он хотел больше о Христе, чтобы проповедовать. И попал туда, где вообще ему запрещают произносить имя Христос. Нельзя произносить там. Иначе он там не будет. Вот как. Поэтому, рассматривая все, мы должны быть за все, не безмерно благодарны Господу за его милости к нам. Отвращайте всегда какие-то что-то. Возникают подозрения какие-то. А мне кажется, обо мне подумали плохо. Мне кажется, меня не любят. Пойду я туда, где говорят больше любви. Были такие. Можно я пойду? Ну, иди. Я говорю, иди с Богом. Найдешь там любовь. Нам принеси ее. Пошла раба Божия. Побыла сколько-то. Приходит. Ой, нет, прости, батюшка. Я сюда. Нет, там тоже такой, какой она. Хотела любви. Нет ее там. Да любовь-то ведь нам не скажет, что ты ищи, чтобы тебя любили. А скажет, ты люби. Ближнего своего, врагов люби. А нигде же не скажет, что Господь сказал, ты ищи, чтобы тебя все любили. Забываем то, что хочешь, чтобы как с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. Хочешь, чтобы тебя любили. Люби всех, и тебя будут любить. Люби Господа всем сердцем. Будешь ли любить Господа всем сердцем, то эта любовь, она возвратится к тебе от других, через других придет к тебе. Вот это мы забываем часто, а нужно помнить. Где-то что-то не так уже, все, я ухожу, почему? А меня не любят здесь. Обо мне подумали плохо. Обо мне сказали плохо. Я, наверное, не нужна здесь. И сразу надо куда-то уходить. Да разве так бывает, когда семья? Отец и наказывает, и мать что-то. А куда идти? Это семья. Некуда идти. Поэтому я всем вам еще раз напомню. Будьте благодарны за все и всегда. Всегда благодарите Господа. Всегда, всегда и за все. Не только должно быть, что дай нам, Господи, дай и дай и дай. Господь дает нам с преизбытка. Мы не просим ничего, а Господь нам дает. А мы забываем сказать, благодарю тебя, Господь, за твои великие милости ко мне грешному. Аминь. Я сейчас еду к Александру Ивановну. Ей очень плохо, говорит, что-то она, да. Причастить ее, поисповедать и причастить. Вот. Поклон. Да. Вот так вот. Она передавала всем поклон. Мы ей передаем. Сегодня церковь, я вчера напоминал, совершает память святой мученицы Татьяны. Это третий век. Я вчера кратко читал ее житие. Отец у нее был сенатор, то есть в правительстве был. Но был тайный христианин. Но дочь воспитал страхи Божьи. Христианка ее воспитал. И когда начались мучения, то ее сразу взяли и жестоко ее мучили. Но мучители, видя, что ангелы стоят возле нее, они обратились тоже, и они были замучены. И, наконец, после долгих мучений, многих мучений, жестоких, она была усечена мечом. Она, когда уверовала, то решила полностью свою жизнь посвятить Христу. Решила не выходить замуж, хотя была знатная, красивая девушка. Но решила, чтобы вся жизнь ее была посвящена небесному жениху Христу. И с этим она отошла из этой жизни. В нашей общине имя Татьяны носят Татьяна Капустина, Татьяна Дмуха, Татьяна Сынгаева и Татьяна Лензина. В этот день пожелаем им доброго здравия, душевного спасения, чтобы они хотя бы, говорится, счастье подражали святой мученице Татьяне имя, которое носит. И как у нас уже в церкви нашей такое обычае есть, чтобы пожелать им в этот день всего доброго, благочестия в жизни, чтобы были благочестивыми христианками. Здравия и во всем благого поспешения на пути спасения. И многое им лето! Многое лето, многое лето, многое лето! Многое лето, многое лето! Многое лето! Многое лето, многое лето! Многое лето! Одна Татьяна была в нашей общине, ушла Татьяна Плеханова. Она уже вечность. Она умерла. Она умерла. Умерла, скажем, мученической смерти. Вот. Да, убили. Ну так, я поехал. Значит, следующий приезд будет через воскресенье. Если живы и здоровы будем, угодно будет Господу. Значит, через две недели. Это будет у нас двадцать пятое сегодня, потом там... Восьмое. Да. Уже начинается подготовка к Великому посту. Сегодня мы читали Евангелие от Захеи. Да. Господь нас приводит в церковь через... То есть, к покаянию. Захей был мытарь, хотел видеть Христа, залез на смоковницу, потому что маленький был ростом. Господь увидел, Захей, сойди, я хочу быть у тебя в доме. Только захотеть нам быть ближе ко Христу. Христос уже сегодня... Я войду к тебе в дом. Только захотеть, посмотреть уже... Потому что Он любит нас, Господь. Стали роптать другие. Что это? Христос зашел к грешному человеку. А Захей говорит, кого обидел, воздам четверо. Половина именивая, воздам нищим. Ныне пришло, говорит, спасение дому сему. Вот так, вот так. А следующее воскресенье будет о мытаре и фарисее. Уже треодь постная будет читаться. То есть, идет потом о блудном сыне, о страшном суде и там уже все. Да. Храни вас всех Господи. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Он раньше не мог... Что? Батя передал. Дорогие братья и сестры, с днем рождения. Спасибо Господи. С днем рождения каждого из нас. С днем рождения нашей общины. Батюшка меня опередил. Я хотел много лета пропеть основателям и нашим духовным отцам, и батюшке Игнату Тихоновичу, нашему дорогому старосте. Без них мы не состоялись бы, я думаю, потому что благодаря им и благодаря Духу Святому, конечно, Вадимы, мы здесь, и я полагаю, что не будет лишним пропеть еще раз многое лето нашим духовным отцам. Многое лето, многое лето, многое лето... Многое лето, многое лето, многое лето... Спасибо, Христос. Не знаю, я попытался поискать в интернете, кто же первый сказал такие слова. Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Но это можно отнести к нам, к христианам. Если мы не знаем своей истории, не знаем истории своей общины, возникновения ее, то мы не имеем будущего. А у нас-то будущее не просто будущее, которое вот здесь в миру, а будущее Царства Небесное. Это Ломоносов сказал. Приписывает Ломоносов, который потом сказал, что только славянин может быть русским в этой же статье. Но это приписывает и Аристотелю, и Сократу, и разным другим людям. Не важно, кто это сказал, важно нам усвоить, что мы должны знать свою историю, помнить о ней. И вот в этой книге «Для Слова Божия нет уз» изложена краткая история Креста Азирской общины. Название нашей общины не случайно. Вот читая это повествование, приходишь к этому году, мы знаем о том, что часто повторяющаяся случайность есть закономерность. И вот эта закономерность выявляется при чтении этого Слова Божия. Первое. Когда Потеряевка была разрушена, как и многие села в нашем Алтайском крае, не только в Алтайском крае, в России, в 1972 году последний житель из поселка Потеряевка Мамонтовского района уехал. А уже в следующем году, летом 1973 года, верующие православные христиане собирались на месте этого поселения. И они проводили там время от ранней весны, приезжая за березовым соком, и до поздней осени. Ну и приезжая, они устанавливали высокий шестиметровый крест. Воздвижение креста. Воздвижение креста. Воздвижение креста. Это первое. Второе. Второе. То, что наш наставник Геннадий Тихонович обратился ко Христу 27 сентября 1962 года. День воздвижения креста Господня. Да. Это второе. Далее. Далее. Далее мы видим о том, что совпадение, как бы совпадение. Да. Вот пытались узнать, когда уже была создана община. Мы еще вернемся к нему созданию. Была попытка узнать историю часовни, в которой мы, как предполагалось, будем просить администрацию, и что бы нам дали эта часовня на территории парка Меланджевого комбината. Значит, появилась эта реальная возможность остаться православными. Так. И вот... Да. Попытка узнать историю часовни и ее название в архивах не обнаружены. Ответ администрации отрицательный. Наконец, узнаем, что в здании планетария располагалась крестовозвиженская церковь. Опять совпадение. В Барнауле действовала стареобрядческая крестовозвиженская община. До расстрела ее священнослужителей в 1937 году. В ней было 672 человека, из них 348 проживало в Барнауле. Община была зарегистрирована 28 мая 1908 года. А ей Игнатий Тихонович Чучалин был в этой крестовозвиженской общине. Игнатий Тихонович. Опять совпадение. Причем, по старому стилю, это было зарегистрировано 28 мая. То есть, это как раз день рождения иглы Игнатия Тихоновича. Опять совпадение. Сколько совпадений? Это проведение Божье просто. 28 мая. 28 мая. По старому стилю. По старому стилю. И получается? 13. Ну, 10 июня как раз и получается. Да. Ну, и вот еще об истории. Ну, здесь написано, что прошедшее десятилетие стало золотым для нашей маленькой общины, образовавшейся с нуля. Но мы можем сказать теперь уже не десятилетие, а 24 года нынче. 24 года. В 1989 году гонения от архиепископа Феодосия Омского побудили пятерых священнослужителей подать прошение в Синод РПЦЗ принять их под свой амафор. Среди них был отец Евтихий, ныне епископ Ишимский и Сибирский, и отец Иоаким наш батюшка. Первые богослужения свободной церкви были в поселке Потеряевка в детском лагере Стане в большой армейской палатке с пристроенным алтарем. В Барнауле стали проводить первые богослужения на улице Никитина, 147-1, на втором этаже старого деревянного дома, наклонившегося на улицу. Помните, как всегда боялись, наш заставник всегда боялся, не упадет ли этот дом, чтобы отец там погребить, погребить в этих развалинах. Но дожили до того, что этот дом, к сожалению, был сожжен или специально, или как случайно, но, одним словом, произошло и такое событие. Архиерейский Синод РПЦЗ издает указ номер 7 от 14 января 1991 года. Согласно вашего прошения, с благословением митрополита Виталия, крестовозрительская община города Барнаула принимается в ЛОНО Свободной Российской Православной Церкви. Ничего не зная об этом указе, мы проводим официальное собрание общины в городе Барнауле 19 января 1991 года. Вот его копия этого протокола. Протокол собрания общины верующих в свободной Российской Православной Церкви. На поездке вопрос об утверждении приходского устава крестовозрительской общины свободной Российской Православной Церкви, Тамбовской епархии города Барнаула. В целом, устав принят единогласно, нормальный устав от Синода, с внесением следующих изменений. Параграф 33, пункт 3, гласящий, заведует продажей свечей заменить на следующий, среди, то есть староста, за тем, чтобы не допускать никакой продажи ни в храме, ни на территории, входящей в церковную ограду. Свечи должны быть только чисто восковые, без примесей иных веществ. Чисто растительного происхождения должен быть и елей, масло в лампадках. Свеча, как всесожжение, должна сгорать до конца, принимать добровольные пожертвования на общую свечу в виде воска, свечей, масла. Изменения в параграфе 33, пункт 4, исключить слово присягу, как клятву, запрещенную Иисусом Христом. Заменить словами, приносит обещание служить по совести, ко самому Христу. Подписи членов общины. Лапкин Игнатий Тихонович, Конева Валентина Павловна, Яковлева Фиктора Андреевич, Яковлева Мария Федоровна, Черепанова Попова Надежда Андреевна, Шубина Зоя Николаевна, Петеримова Алифтина Пантелеевна. Для регистрации общины нужно было 10 человек. Поговорили со старыми знакомыми в Барнауле и в Устальменке, собрали 20 подписей сочувствующих, но не единомысленных. На Пасху 7 апреля 1991 года Петрополит Виталий прислал богословенную грамоту Лапкину Игнатию Тихоновичу. Лапкину Игнатию Тихоновичу преподается нами Божие благословения на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповедь Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Еще 10-12-90-го года в номере 27-м газета «За науку» Алтайского государственного университета публикует материал «Мы отошли лишь от московской патриархии». «Заявление на регистрацию общины и на получение Никольского храма». «Жизнь Алтая за 14-12-90-го года номер 7-й повторила это заявление без сокращений, рядом с посланием архиерейского синода РПЦЗ от 3-го, то есть 16-го мая 90-го года и о расстреле царя Николая II. Молодежь Алтая кратко оповестила о заявлении об открытии прихода РПЦЗ». Как назвать общину? «Поднятие креста над Нагерем Станом видится как прообраз проповеди о кресте в России. Крестовозвиженская. Нам предлагается начать ходатайство за бывшую часовню в парке Меланджевого кабинета». Ну, я уже сказал об этом. Ну и тут, как бы говорится, дальше о том, о тех совпадениях, которые... Совпадения, как бы совпадениях. Поминальник, да, ну вот исполнилось нам теперь уже 24 года. Практически ни один канон из 719 действующих ныне не нарушается в нашей общине по сравнению с храмом Московской Патриархии, где 413 из них нарушается умышленно ежедневно. В поминальниках общины на здравие, за здравие и упокой вписываются только верующие православные христиане, о которых известно, что они были во Христе. За неверующих и посторонних специальное опрошение об обращении их ко Христу. Первое. «Исповедь и причастие в полной тишине. Исповедь только наедине». Ну, здесь как бы вот чем отличаемся мы? Многие теперь уже начинают говорить, отходящие из общины, говорят, «Да тут мы уже одинаково, что там, что здесь, как глухонемые показывают, что в Московской Патриархии, что в нашей общине одинаково». Чем же мы отличаемся все-таки? «Исповедь и причастие в полной тишине. Исповедь только наедине». Второе. «Крещение только полное тройкратное погружение». Третье. «Действует оглашение, катетизация». Покажите, в каком храме это действует. Четвертое. «Оглашенные изъедители регулярно совершаются на литургии». Пятое. «Без батюшки так называемое апостольское служение». Шестое. «Все библейские тексты, кроме чтения Евангелия в алтаре, читаются на русском языке». Седьмое. «Есть курсы обучения, истинное крещение. Все члены общины крещены только через троекратное погружение». Восьмое. «Истреблена торговля, недопущена». Девятое. «Действует эпитемии по каноническим срокам». Десятое. «Церковно-приходской совет, избирается открытым голосованием, дает ежегодный отчет». Одиннадцатое. «Действует сестричество, быстро реагирующие на нужды, больные, роженицы, праздники, обеды, приезжие, сбор средств, принятие быстрых решений и притворение их в жизнь». Двенадцатое. «Работа в тюрьме». Тринадцатое. «Содержание детского лагеря стана». Четырнадцатое. «Обихожена в группу глухонемых из семи и более человек по тексту, написанному крупно от руки, следят за богослужением, снабжаются овощами немощными». Пятнадцатое. «Получен дом для богослужения и собраний, два общежития для нескольких братьев и зестерок». Шестнадцатое. «Посторонний вход в церковь абсолютно закрыт». Семнадцатое. «Сохраняются добрые отношения со священниками, епископами, синодом РПЦЗ и с епископом Алтайской Московской Патриархии и до ныне». Восемнадцатое. «Есть где принять на ночь обиходить приезжающих». Девятнадцатое. «Уникальность общины в том, что восстановлен авторитет Библии, как вечного светильника абсолютного авторитета». Это самое главное, я думаю, отличие. Двадцатое. «Детей стараются называть по календарю, не шаблонно стандартными именами, по дикому самохотению родителей и прародителей». Двадцать первое. «Есть исполнители-наблюдатели, не допускающие нарушения устава, формы, одеяния, порядка, тишины, чтобы решения совета общины были притворены в жизнь, не нарушались». Двадцать второе. «Платится десятина на содержание священства». Двадцать третье. «Чинно, бесплатно совершаются все таинства и требы». Двадцать четвертое. «Произносится на каждом богослужении проповеди и чтение по учению». Двадцать пятое. «Есть небольшой клирос, библиотека, касса взаимопомощи». Двадцать шестое. «Нет бреющих, подстригающих бороду». Двадцать седьмое. «Нет использующих косметику и украшения, мужское одеяние. При богослужениях все в благочестивой форме одеяния». Двадцать восьмое. «Не допускается разговор даже шепотом». Двадцать девятое. «Не допускается хождение в храме во время богослужения». Тридцатые. «Опоздавшие пишут объяснительные и на литургии стоят с неверными, до оглашенные за дети. Вечером до или опомазания». Община духовная очень слабая, малоактивная. Активных членов не более 15 человек, то есть около 20%. Кто не оценил уникальности общины, просто числится в списках, они все равно отпадают. Первейшая и наиглавнейшая задача всех – смирение, молитва, пост, милостыня, проповедь Евангелия, взаимопомощь, борьба с самостью, бессоветеем и непослушанием. Это одно из самых главных. Борьба с самостью. Когда вот эта самость начинает проявляться, а я и так знал, я и так все уже знаю, и что от этого получается? От этого тогда и у нас одинаково, и пошел искать другую любовь. Борьба с самостью, бессоветеем и непослушанием. Это ежедневно. Познавать Священное Писание, волю Божию, жить в любви, в Духе Святом, не искать пользы только для себя, даже и в духовном. Тридцать первое. Члены нашей общины в середине недели, когда есть двунадесятый праздник, но нет нашего батюшки, здесь имеют право молиться в храмах Московской Патриархии, подходить под благословение, но не исповедоваться и не участвовать в таинствах. Из-за этой широты взгляда мы многих потеряли. Они легко покинули общину, сказав, ухожу в Московскую Патриархию, то есть в мир, в никуда, все до единого. Но эта позиция не позволила нам скатиться также в огульное отрицание благодати в Московской Патриархии, как случилось с отрабляцами и суперправославными зарубежниками. Тридцать второе. У нас в храме в храме может говорить проповедь, речащие явления в православии. Тридцать третье. Выдаются характеристики уезжающим в иную местность. Тридцать четвертое. Требуется характеристика от приезжающих. Тридцать пятое. Неразличено попрошайничество без мирной грамоты. Тридцать шестое. Свечи только чисто восковые и самодельные. Тридцать седьмое. Свечи ставятся людьми из прича. Из прича. Тридцать восьмое. Братья обязаны служить в армии, но без принятия присяги на альтернативной основе. Тридцать девятый. В общине символ веры читается по древе православному. И в Духа Святаго Господа истинного живота рящего. У меня всегда, когда я пребываю в Московской Патриархии, просто нет у этого символа веры. Нет этого креда. Креда. Это самое главное кредо. Когда я занимаюсь еще в АГУ на занятиях, подошел ко мне один из тех, которые стал ходить на занятия, подходит ко мне и спрашивает. А какой у вас креда? У христианина, вот у православных, какой креда? Ну вот там. Я почему-то растерялся и забыл, что это же символ веры. Символ веры это и есть наше кредо. Это наше кредо. Это кредо верить. Это от веры. Это в переводе на русский язык верить. Символ веры. И если в этом символе веры, в Духа истинного, в Господа Иисуса Христа истинного, от Бога истинного, то истинного Духа Святаго куда-то делось. Значит, не истинный тогда возникает вопрос. Или поставим вопрос, или сомнение. Полная свобода перстосложения до и после реформенного Духа и Трехперстного. 41. Оглашенным дается два поручителя. 42. Срок оглашения для приходящих из мира от блудной жизни до 3-5 лет. 43. Пост ненарушим для всех. Священник не постигнет давать разрешение ни на что, кроме вина и елея, больным, престарелым, роженицам и малым детям. 41. Исповедь одного в отдельном помещении тайная, не на словах. Ситуация в храме. В церковной ограде, во всех помещениях при церкви под полным контролем. 45. Постоянно на занятиях в церкви и после собрания отвечаются, разбираются, возникающие вопросы, конфликты, нужды. 46. Детям, плачущим, комната, место для игр до и после богослужения есть. 47. Есть трапеза, украшена библейскими текстами и картинами. Там совершаются прекрасные трапезы в дни торжеств, памяти и бракосочетания. Организуются собрания для апостольских служений, работы, учебы, отдыха, подготовки к богослужениям. 48. Данные паспорта всех приходящих, вплоть до епископа и священников, вносятся к книгу посетителей. 49. После 10 октября каждый год в общегодовое собрание, где дают отчет члены церковно-прикладского совета. Вспомнили, чем мы отличаемся? 50. Есть, конечно, пункты, которые похожи с храмом Московской Патриархии, но столько различий. И как говорить после этого, что мы вот один к одному? Как можно это не ценить, дорогие братья и сестры? Меня удивляет, что здесь, на службе сегодня, уже были люди, которых сейчас здесь нет. Вот это общение, которое, это жертвы, нету. А если нет жертвы, значит нет любви. Любовь к Христа, она в чем? В жертве. Самое главное составляющее любви, это жертва. Когда ты жертвуешь, тогда ты любишь. Тогда ты не ищешь любви к себе. А ты приносишь эту жертву. А это и вот жертва, и общение друг с другом. В такой день, ну просто поразительно, как можно. Я прошу вас помолиться, пользуясь моментом, пользуясь тем, что я здесь, пред вами, помолиться о сыне моем. Потому что, ну и многие стали, как и он, многие ищут причины не пойти в храм, не пойти на богослужение, не принести эту жертву в приятную Богу, жертву общения с братьями и сестрами. Нет его уже давно. Я понимаю, что, я понимаю, что с дедом нужно там заниматься, что он больной, что, но ведь можно оставить его на это время. Так же, как и другие братья и сестры, ищут, вот меня удивляет, то и по-прежнему многие ищут причину себе в своих болячках. Ой, у меня тут сегодня пятка заболела. Наверное, я не пойду. Ну, просто стыдно. Ну, где же тогда христианство наше? В чем оно заключается? Тихонович, продолжите, пожалуйста, по уставу. Относительно того, что болен и не могу пойти, я советую каждому прочитать Житие Святого Протерия. Это единственный случай, где говорится о том, как человек был болен, но не мог разогнуться, только на четвереньках ползал. Но богослужение не пропускал. И однажды он ползет и видит Голгофа, распятый Христос. И Господь говорит, разбойник, у которого покаялся, сойди, коснись его. Этот разбойник коснулся, это видение ему такое было. И он осылял, встал и пришел, и никто не может поверить. А где тот больной? Совершенно не другой сделался. Вот и все. Не надо искать причин нигде. Завтра будет не лучше. Мы на день будем старше. Вот отсюда просто исходите, и все. Вот сегодня такой день, я хотел похвалиться подарком, который мне сделали. Ну просто так, как у нас выставляется в интернет, я попрошу, кто будет слушать, найдите еще, где такие подарки бывают, как мне. Мы ездили на Благовестие. Это не 2 километра, а 117 тысяч. Это почти три раза вокруг земного шара по экватору. От Тихого океана, Портнаходка, до Лиссабона, до Атлантического. И с нами везде, мы ездили, ну, разные были, но везде мне пришлось быть, шапера менялись. Но самое дальнее Николай Кручин, он батюшку повез. Виктор сегодня у нас здесь, Николай Ильич, Савченко. Трое были, они говорят, и собака в лодке, есть такое. Да вот с нами был чемпион России по защитно-караульной службе, по двоебору, или что там называется, Сергей знает, хозяин. Мы переписали, я хозяин, его зачипировали, и он с нами ездил, ураган, повторяю, у него медаль, грамота, чемпион России. И вчера мне от него был подарок сделан. Потому что от кого уж я не ожидал, то не ожидал, от ураганщика моего. Надо мной смеяли, что я ему все скармливаю, что сметана, что сливки, что давали, рыба там такая, деликатесы. Я все с ним делил, кроме собачьего корма. Он приезжал, блесел буквально. Сергей Павлович, объясни, в первую очередь, как пришла эта мысль, и кто в этом принял участие, в этом подарке. Именно от урагана. Это не просто так, от урагана, в прямом смысле. Он не пожрел, не то, что, говорит, от себя снял одежду, даже у нас не у каждого такая любовь есть. Он снял, говорит, никто из него не требовал верхнюю одежду, рубашку отдал, а он это сделал. Дам пример. Пожалуйста, погромче. Мысль, как это возникло, у кого, как он додумался до этого. Или ты помог ему? Как стогула женщина-то? Татьяна Павловна. Татьяна Павловна, как фамилия у нее? Нет, был догон. Он был потом. Ну вот, издалека-то приезжает, ее сейчас нету. Аксенова? Аксенова? Нет. Валентина? Барышникова. 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 Валентина Алексеевна. Да, вот эта идея, подавить вам на носки, это идея ее. Да. Валентина Алексеевна Барышникова. Да. Но до этого я уже чесал, я даже не знал, для чего я чесал урагана и складывал отушерсть. Потому что у меня хондроз, и я знал и знаю, что шерсть собачья помогает. Да. Вот. Значит, кто участвовал? Значит, шерсть чесал, урагана чесал я, прила Александра Михайловна. сприла шерсть вязала, Нина Александровна. Вот. Силуя фабрика. У нас вот так. У нас вот так. У нас вот так. У нас вот так. Спасибо, Христос. Для того, чтобы у вас тепло было, ночью спать, и ночью спать, и ночью не мерзнуть. Прям с ураганом, да? У меня организм, он маленько отличается, просто распространенный где-то. Когда врачи меня где-то, ну, принимают на работу, они там как-то снищеткают, что-то, и по спине, если снищеткают, просто проведут там это дело. Оно как пламя вспыхивает у меня на спине. И врачи собираются и зовут других, говорят, посмотрите, что это такое. Прикоснуется за глаз, если попало что-то, и не могут вывернуть. Я к кулисту прихожу, он выворачивает, выворачивает уже, отрывает все. Что за глаз? То есть какая-то строгость. Буквально прикоснуться нельзя. И мой организм не поддерживает обезвоживание. А он часто наступает. И тогда у меня начинают подошвы, до верха все сводят судорогами. Я тогда встаю, воды, соль, размешаюсь, медом, выпить как-то, ноги разминаю, не уснуть ничего не могу. Но ложиться надо в носках. И очень полезно именно вот это. Это не просто носки, а именно для меня, а не носки. Вот видите, и не раньше, не позже, вы еще подгадывали к этому дню дать мне. Это Господь так сделал. Заранее. Я сердечно благодарен. Ну, мурраган я не оставлял без награда, я ему грамоту выписывал и коврики дарил. Немецкий там, от Валентина с Артисон. И тут нашел еще в этой поездке были. Вот, это первое. Поблагодарил я Господа, еще воздам ему хвалу. Что Господь даже животное побудил в благодарности. Так, несколько девочек дайте одетых по форме. И сама зайди сюда. Сейчас. Говорю, у нас это в густаре написано, что одеты по форме. Я сейчас покажу, как это. Некоторые не знают. Кто там еще не разболохся? Игнатин 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 Игнатин. Хотел, пока не поздно, по уставу. Я сейчас по нему буду, да. В последнее время очень много с детьми разговаривают сестры. Надо учить их, как с детьми общаться в церкви. Потому что подходят маленькие, матери наклоняются, старшие там сестры, что-то всем друг дружку шепчут, шепчут что-то все. Я уже то одну толкну, то другую смотрю на меня, уже опять начали посматривать недоброе. Вы уж расскажите там заодно. Так, а давно это началось? Да вот, ну последнее время, несколько недель уже. Ну а почему молчал? Вот, копилось все. Как у нас тут все эти сумбурности были? Нет, надо было сразу сказать. Праздники были, не стал портить я. Ну сейчас испорчу. Сейчас, мой заморец. Чтобы не смотрели на меня одного так, пускай на вас тоже так не может. Что во время службы, где-то наклоняйтесь, что-то говорите, ни слова, ни шутка, ни как. Вот она, кстати, тоже такая, это первая. Слышала, да? Это первая зачинщица. Иди сюда. Я это зачинщица, даже назвал. Да разговаривают еще как. Так. Вот смотрите. Вот это форма. Вот одета. Полный рост разговаривает. Вот взрослая. Зайди сюда. Юля, зайди, Юля. Посмотри на него. Да, да нет, вот этого пюре. Пожалуйста. Все они боярыни. Боярыни. Хоть куда поверни. Как одета. Это... Что значит форма? Мы ее не придумывали. Посмотрите на картины Васнецова, Репина, Поленова. Ну посмотрите. А то русская традиция. Вот она традиция исконно. Мужчины все в поясах. Как положено. Маленькие дети. Вот как одеты. Это нет у старобрядца. Пусть она не замужем. И вот так вот. То есть кто зайдет, смотрите, я не замужем. Вот так мне охота замуж. Ну не пройдите мимо. Ну захватите. Я здесь рядом. Вот она как одета. Это я был у отца Кирилла Сахар. У него все по-старобрядчески. И сразу платок вот так вот. Ты зачем это сделал? Голова не покрытая. А когда ей нужно надевать? А вот такая вот она когда прищищалась. На платочке прищается? Все. Вопросов нет. Это не нами придумано. А когда начинать учить? А вот как только она почувствовала, что уже что-то есть. В это время они и молились. Родилась от разных дней платочек. Вот вы вот. Посмотрите, наши красавицы стоят. Посмотрите на самом низу. Где? Ну теперь покажите где, в каком храме, в какой церкви. Притом это все время так. Я хочу сказать об уникальности. Это только Бог мог сделать такое. Все дети свободны. Хотите, можете быть здесь. Я еще напомню. У кого дома есть желание, будет появиться фрукты какие-то покупать. Покупайте. Но только мне их отдавайте. Не ешьте. Да яблочки. Все, отдаем детскую. На неделе мне посетил не кто-то, а вот отец Татьяна Анатольевна, Анатолий Кузьмич. С такими дарами пришел непременно, чтобы я съел. Понимаете, откуда только помощь, любовь и благодарность. Вот говорят уникальность. Вы любите это слово. Я его люблю, потому что это трудновыполнимо. У меня есть люди, которые не расположены. И говорят, ну вот мы рассуждали там. Ну ладно, это не надо. Ну вот создать общину это нет. Это вообще невозможно. Притом не просто так, как у харизматов. Поднимите руки или зайдите сюда на пьедестал, где там подиум у них. Все, покаялись наши братья. У нас до трех до пяти лет было. И где мы раньше ради тех, кто принимает крещение, а родственник еще не совсем готов. И ну ладно, он ходил уже несколько месяцев, все принимает, исповедует. Причин нету. Принимаем крест и мы видим потом все время какие-то спотыкания и спотыкания. Мы будем смотреть. Устав никому не дано нарушать. Запомните это. В лагере висит устав. Я детям показываю. Все, что в уставе написано, мне не надо исполнять. Но я ни одного пункта стараюсь не нарушить. Почему? Ребенок берет больше из практики. Как ты выполняешь. Я вот прочитаю здесь это. Сегодня, ну мы говорим, у нас есть устав. Есть церковная дисциплина. Вначале не было. Что нас больше всего задевало, это нет исповеди тайной. Тайной исповеди. Вот, смотрите, в любой храм зайдите. Подходят, а сзади напирают. Вплотную стоят. Ну не все же такие глухие, как я. Второе. Чтобы было истинное крещение. После катехизации длительной. Не 2-3 раза для отмазки, как сегодня делают в патриархии. По 20 минут 2 раза. Ничего человек за 2 минуты не знает. У нас 500 академических часов было. 450-500. Всех, которые ходили в университет, знают. И кроме того, здесь идут занятия еще. Каждое воскресенье. Чтобы человек написал заявление. И так и было. Так и есть. Далее крестятся. Определенно это 7 июля. Или в первое воскресенье после 7. Если оно попадает 7 на неделю, на понедельник. Как нынешний. В 2015 году у нас в Патриархе будет крещение. 15. 12. 12. Позже оно не может. 14. Это уже не может быть. 13 еще может быть, а 14 нет. Иначе это первое воскресенье было бы 7. Это вот главное. Не было, чтобы торговли. А вот мы три пункта видели. Это тайная исповедь. Крещение правильное. И чтобы в церкви торговли не было. И этого невозможно было выполнить. Все остальное, заствердевший этот устав, который Виктор Андреевич считал. Это потом пришло. Община была образована. Устава не было. Но три условия мы ставили непременно. И чтобы чужие люди не могли здесь быть. Огношенные зрители. Мы все это видели, но уже это невыполнимо абсолютно. Когда узнали о существовании нашей общины, приезжали священники от края света. Ну что значит от края света? Из Австралии. Были простые люди где? Бразилия, Америка, Англия, Греция. Ну я буду называть буквально отобсюду. Это неужели может? А в православии? А сколько таких общин? А кто у вас подражатель? Понятия не имеем. Фотографировали, переписывали. Стоят и переписывают. Ну выполнили где-нибудь. Нигде и никто. Когда до дела дошло, они увидели, это невозможно. Я говорю, ты сам священник. Но у тебя первый враг будет, это настоятель. Ты не настоятель. Настоятель приехал. Но я сам сделаю. Не сделать. Проходит два года сделан. Нет, почему епископа стал против. С еписконом встречаемся. Надо все выполнить. Что? Синод против поднялся. То есть у нас опыт очень большой. Отправляясь в благовестие, мы сказали, у нас опыта никакого нет. С нуля нарабатываем. А как ночевать? Где прятать машину? Как подходить? Какие слова говорить? Теперь у нас такой опыт, что мы можем делиться с другими. Но это не одно место, а минимум 450 остановок сделали только. Библиотек, городов и сел. По пальцам пересчитать 450 тарелок перебрать, тебе время надо будет. Теперь у нас есть опыт. Но к этому, вот это церковное дисциплине, сейчас засчитаю, мы дополнительно еще, я там прибито не оторвал. Посмотрите, что дальше у нас появилось. Я не хочу закрывать тут как-то. Вот, и как сделать? Вот так? Давайте я подержу. Так, так, чтобы никого не закрыть. Вот так я подержу. Вот так. Ну ладно, так вот, смотри. А церковная дисциплина? Тут немножко, всего 16 правил. Это для всех священников, которые будут слышать православным всего мира, я обращаюсь сегодня. Вы говорите, хотите спастись. Но теперь без этих правил, которые у нас, возможно ли вообще спасение? Не просто благоприличное поведение здесь. Первое. Торговля категорически запрещается в храме в церковной ограде. Ну найдите один храм, где-то воняшем не было пристроек, на территории ограды. Где это написано? Евангелие от Иоанна, 2 глава 16 стих. Матфея 21, 12. Два раза Христос выгонял и порол. Так, внимательно слушайте, я говорю. Которые уходите, вы за собой потащите, вот это, веревки Христов за собой утащили. И они сегодня стоят там, где торгуют. Христос пальцем никого не ударил. Только два раза выгонял и порол. Что, это так маловажно? Сначала сказал, дом торговли мой дом сделали, а второй раз выгонял, говорит, вертеп разбойников. Бандиты одни собрались. Патриарх Алексей II сказал, говорит, каких бандитов напринимали в церковь. Так убери торговлю, сопренно уничтожь. Убери его. Дальше. Шестой Вселенский Собор. Семь шестое правило. Нам что, не доходит? И дальше. Седьмой Вселенский Собор. Пятое правило. Значит, Библия не нужна, Евангелия не нужна, соборы не нужны. Вы православные. Собрались в рай. Да уберите этот дом Меркурия. Это бог торговли был в Греции. С крылышками на ногах рисовали. Он носится по храму. И все время продают люди в очереди стоят. Уберите. Если сегодня уберете в любом храме, богослужения у вас не будет. Не будет. А как вы знаете? Очень просто. Меня вызвали сделать печь в Просворде. В Красноярске. Бурдин, отец Александр. Благочины Красноярского края. Я поехал с братом туда. Но ко мне до этого приезжали Надежда и Юлия. И мы с ними беседовали. Они это все приняли. Тогда было трудно. Интернета не было. Через почту, как-то. И они не стали торговать. Но священник к нам расположен. В это время поднялся какой-то бунт против отца Геннадия Фаста. Где он был в Енисейске. Он туда выехал, а мы без него остались здесь. А как познакомились? Я печь делаю, а они помощницы. И в это время разговаривали. Даже во время делал печь, два человека обратилось. Разве это не уникально? И он, когда приехал, служба началась. И он не поймет за дубовым этим эконостасом, что за шум там. Он говорит, посмотри, что там такой шум необыкновенный. Тот вышел и говорит, батюшка, Да как в храме-то людей нету, все вокруг кассы стоят, все спиной стоят. И в чем дело? Не знаю. Ну-ка сходи, узнай. А уже служба пошла. Уже включили. Но остановить ее нельзя. Он приходит и говорит, да как кассы-то обе закрыты. А Юля где? Не знаю. Так найди ее. А она стоит. Да ты что же не торгуешь? А нельзя, грех. Так откуда вы узнали, что грех-то? Так мы с Игнатием работали. Нашли надежду. Ему подошли. Батюшка сам вышел. Ну-ка забейте их сюда. Может, какой-то деталик я упускаю, но это именно так. Из первых уст. Ну вы торгуете. Я уже говорил с Игнатием. Я уберу торговлю отсюда. Но сегодня служба началась. А Юля говорит, нет. Игнатий сказал, сделай только сегодня. Завтра не наш день. Как он поднялся? Один из самых лютых врагов стал. Вот где Мамона врага и показала. Насадил его на рога. Завтра он обещает. Не надо завтра. Ныне, когда услышите голос Божий. Не ожесточите сердец ваше. Завтра это сатана говорит. Завтра, завтра потом. Ну, детей выдашь замуж. Теперь внуки. Их выдашь. Потом ты придешь. Не придешь никогда. Когда услышал, там Павел обратился. Вот первый пункт. Обращаюсь ко всем. Не только Московской патриархии, греческой. Уберите торговлю. А у меня мама, оказывается, только... Мне встретился один такой человек еще раньше. Он говорит. У нас священник там был, кажется, Шпиллер его фамилия. Очень известный в Москве. Долго с этим делом боролся. Наконец, все согласились. И они ящик этот сломали. Вытащили. И во дворе стали жечь. Он подошел и говорит. Мы не просто ящик. Мы старого жида сжигаем, который прилепился к нам. Не имея в виду национальность. Жидом называется каждый скаридный человек, как Владимир Иванович Таль объясняет. Сожгли его. А как теперь? А вот как у нас? Как в Псково-Пещерской лавре. Там покупают воск и ставят свечи. Никто не покупает. Я одно место знаю, где это. Может быть, еще где-то есть. Второе. В храме не разговаривали даже шепотом. Мы про это сейчас говорили. Где написано? Стоглавый собор. Мы его признаем. На нем только два человека, которые канонизированы. Его позорно Никон отбросил. Меняя его. Стоглавый собор. Стоглав в нем. 14 правило, 38. 6 Вселенский собор, 70. 1 Коринфянам, 14.34. Что? Не доходит? Нет. Эти соборы шепотом даже. Найдите хоть один где-то точок такой уж. Я боюсь даже храмом называть. Торговую точку храмовую. Где бы не разговаривали даже шепотом. Никто. А то у нас уже не досмотрели. Она наклонилась. Я видел, как разговаривала. Она наклонилась. Да век ее никто бы не видел. Она наклонилась. Ее там не видно. И не слышно. Но она на самых низших децибелах сказала. Мы ее это ставим в вину. И она, ты видишь, уже сокрушается. Да там не без децибел. Все нормально. Говорят в полный рост. Не надо там придумывать, что у них там ангельские голоса какие-то. Ну ладно. И слушают ушами человеческими. Виноват. Простите. Третье. Пост. Строго обязательно для всех христиан оглашенных. Так, прошу, кто слушает. Найдите где, в каком храме, чтобы строго, обязательно для всех. Чтобы не ходили у батюшки ни клянчей. Батюшка, у меня диабет, у меня там еще что-то. Диабет это двойной обед. Скинь это все и направится. Сахарный, только об этом толкуются. Таблетки выкинь все. Объяви три дня поста. И глядишь, и врата небесные откроются. Что-то увидишь. Где написано? Апостольское 69 правило. Правило Тимофея 8 и 10. 6 вселенский 58. Новая скрижаль. Страница 248. Нарушающий пост отлучается от причастия на 2 года. Настольная книга священнослужителей. Первый том, 535 страница. Это все от народа скрыто. Я говорю о книгах, которые у батюшек, у архиерея стоят. Они мертвые. Вот оно где живое. Выполните это. Это мы потом уже, когда община была, стали все смотреть, копать и нашли. Первые три пункта мы заранее обговорили. Дальше. Четвертое. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Владикийский собор 19-43 правило. 6 вселенский собор 69 правило. Монашки туда и сюда снуют. Мы находимся в городе Фрунзе. Бишкек теперь. Я разговариваю, и там был Светков, отец Владимир. Очень ревностный. Я даже его нашел. Из Санкт-Петербурга. А у него там своя Серафима туда и сюда. Я говорю, зачем же ты пускаешь? Ну, я архиерею благословил. Ну, благословила, что она гермафродитом сделалась или что? Что-то у нее другое стало. Она не женщина. Ты девочку, когда крестишь, в алтарь заносишь? Нет. А как, перед иконой Божьей Матери? Покрестил ей девочкой, отдал. А мальчика, мальчика заносят в алтарь. Так она грешнее этой девочке, которой 8 дней-то? Ну, конечно. А что, одежду черную наделать там можно? Хорошо. Он принял. И вот она только в алтаре остановила ее так. Сегодняшний день, уходи. А почему? Правила нарушаются. Так у меня архиерея благословил. Архиерея скажет, что я запретил. Вы посмотрели, что из нее полезло? Как она поднялась? Какие там были потом разговоры? Батюшка, да он совсем. Тут сразу, конечно, и сектант что угодно прилепит. Ей не просто надо заходить. Ее кто-то толкает, чтобы нарушены были правила. У нас алтарь. Значит, алтаря нету. Проходной двор. Не говоря уже о большем. Сделайте так, чтобы ни одна не свеча. Пятое свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Где Левит 10.10, Исход 27.20, Апостольское правило 7.2, Иезекииля 22.26, Новая скрижаль 43, Семен Солунский, глава 25.134. То есть полностью по канонам, по святым отцам. Где все они соблюдаются? Говорю, нигде. Мы одно время давали... Видите, она нашлась какая-то, я не знаю откуда, из Тальминки, что ли. Моя мама льет свечи. Мы ей отдали большие круги. Она налила, мать принесла. Принесла, свечи блестят. Я говорю, почему они так блестят сильно? Ну, мама маленько там смазывала. В трубках, чтобы они не застревали. Ну, правильно, а чем она смазывала? И она назвала это не растительное масло. А вот такие пачки там, наши, вот. Все на одной были забракованы. Мы сразу отдали. Отдайте их, это в туалет будут ходить. Или в сарай к свиньям. Вот и все. Написан устав, мы точнейше соблюдаем. А нужно. Иисус и Новин 1.8. Вникай в закон. Да не отходит книга себе от уст твоих. Да бы в точности исполнить. Слово точность Бог любит. Не фарисеи, не законники. Теперь читаем. Это у нас пятое. Шестое. При возданности оглашенной из едите им выходить в притвор. Так же и отлученным за грех, кроме куб настоящих. Некий Сарийский собор 5-й. Первый Вселенский собор 14-й. Карфагенский 58-й. Ну, скрижай, страница 50-я, 52-я, 196-я, 33-я, 58-я. Ну, мои дети, дети, правила знают, что они нарушают. Что я придумал? Я называю книги, которые у каждого архиерея не должны даже из рук выпускаться. Мы это выполнили. У нас даже не именуется это. Так, а дальше натуральное невазелинное масло, это 100 главы собора, 64-й, 47-я. Оглашенные сходят. Седьмое. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Некий Сарийский 5, Первый Вселенский 14, Карфагенский 52. У нас есть опаздывать. Но почему? На работе поздно заканчивает. Да будут благословенные эти люди перед Богом. Что даже опаздывая, они идут. Но они никогда под это правило не попадут. Было, я стоял здесь на службе. И в это время кто-то пришел, меня вызвали на улицу. Что? Глава администрации края, Суриков там, кажется, был тогда, Александр Александрович, вызывает вас. Ну, не буду же говорить, что губернатор края будет меня ждать. Я, батюшки, махнул рукой туда. Вернулся быстро. Но уже завнутрь я уже не зашел. Я так с оглашенными стоял. Зачем? Правила. Я вышел. Вот у нас бывает, человек не может. Вышел среди службы, бать старый, но туда уже не заходи. Сиди здесь или стой на месте. Дальше. Доглашенные за дети. Восьмое. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая. Слышите? Не подгибая. Не оглядываться, руки не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Что значит строго по уставу? А в первую очередь, вот, трюперстно ты скажешь или двуперстно. Я так приучен с детства магисту. Точно лоб. Не на голову, не на нос. Вот лоб в середину. Ну, не трудно тебе ткнуть. Так, чтобы тело почувствовало. Дальше, где у тебя пуп находится. Не здесь. Теперь уже все понятно. И пишут там, слободское. Когда здесь, получается, вот эта половинка, меньше это. Перевернутый крест. Крест колдуна. И дальше, правое плечо, вот так, чтобы достало. И левое, по прямой. И чтобы достало, плечо, они вот стоят вот здесь. Я вижу, вот патриарх крест, он вот так, вот так вот. И вот сюда вот, вот так. Как Евгений Втушенко говорит, то в нос, то в пах. Все делают в попыхах. Немрежеву маханью бесы радуются. Вот здесь играет Вадивиль, где бесов. Здесь театр. Проверьте себя, как кланяетесь. А почему мало? Значит, поклонов нету. И поклон, когда ты совершил крестное знамение, опустил руку. Только после этого. Только после этого. А в церковь зайдите, вот так вот кланяйте. Это крест ломает. Он еще не сделал, ты уже давишь его. Перекрестился. И поклонись. Поясной поклон. Чтобы рука могла достать пол. Земной поклон делается точно так же. Колени. Пол достали. Руки, пол и голова, пол. Это земной поклон. Можешь оставаться там. Можешь на коленях перекреститься. Дальше. Девятое. Детям не создавать шум. Ну, это у нас понятно. Отдельно детское. И сразу выходят. Не говорят. Десятое. Мужчинам не носить галстук. Это в помине у нас нету. Еще тогда я не знал. Мужчинам. Вы пронесите вот это. Галстук не носят. Но если галстука нет, обязательно расстегнутые. Это у масона показался знак. Я узнал. Ну, застегнись, окончательно. Застегнись вот так, пуговка-то. Расстегнутая пуговка расстегнутая. Это указание масонов. А люди не знают, его подражают. Галстуки лепят. Нет галстуга. Даже Жириновский в галстуке застегнутый. Как только галстук сняли, все гляжут. Мужчины сто процентов. Все до одного. Зачем расстегнутый? Вот она у тебя. Пуговка застегни. В армии наказывают за расстегнутую пуговку. И очень сильно бьют. Это собранность. А раньше было рубашку так вот еще узлом завязать как это. Ты христианин. Благоприлично и щинно. Дальше. Не носить женщину мужской одежды. Нет здесь батюшку. Я увидел. Там кто потеряющий есть. Отменить это дело. Катаются или где-то. Значит ватные какие брюки надевают. Пускай. Но юбка что была как положено. Собрались в батюшкин дом. Лежу двое без платка. Вчера мы крепко поговорили. Зачем ты делаешь? Ну это в доме. В твоем доме. Дома пусть сидит так. Из дома шагнула. Должна надеть платок. Это один шаг к потере самого драгоценного. И грудь вот так вот уже. Вот так. Почему? Мать так дает. Сделал замечание сразу потерять. Кинодель. Почему же не смотришь за этим? Твоя пасла. Ты посмотри. Мне послала Самира Тайгеева. Мусульманка. В школе преподает. Все ученицы сидят вот так вот. Все одеты только одно лицо. Все до одной. Так это может они перед ней. Нет, всегда так. Я там был. 1650 километров нынче. Только по Турции проехали. Старые и малые. Одежда какая по чину положена. Одежда. У нас написано, что подвал был. Край подвал. Они выше 10 сантиметров. Стоит 20 сантиметров. Кому гляжу, значит подумайте, почему туда я смотрю. Дальше. Второзаконие 22.5. 6 Вселенский 96. Сто главы 38. 90 правил об одежде. Сколько нарушений за одежду только. Зайдите в храм, посмотрите в любой. Как одевается. А теперь только все это оправдать. Вот Осипов говорит. Как об одежде. Это не важно. Главное, чтобы это было целомудренно. В брюках. А брюки у женщины выглажены. Это целомудренно. Бредят совершенно. Ну и кто не знает. Ну почему мужчина выглаженный блюк в юбки не выходит нигде. Любому пьянице скажу, бутылку поставлю, так ходи в юбки. Не пойдет на это никогда. Он знает, что его львой прощалыга зашибет. И при том все эти моды вот это переменяют. Все это и от садомитов идет. Везде. Так. Всегда быть в поясе. Рубаха на выпуск. Это форма русского человека. Повторяю, что не кого-то. Лев Толстой. Стоит вот так вот рука у него. Ну посмотрите немного. Это фотография, это не рисунок. Сидят, обедают там где-то мужчины на покосе. Все до одного в поясах. Без поясного нету. Повторяю. О поясе сказано 111 раз в Библии. А что без пояса ни разу? Что непонятно? Всегда быть в поясе. Женщинам строго платок. Волосы совершенно закрыты. Руки закрыты до кистей. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений косметики. Это у нас выполняется. 11. Крещение совершается только над прошедшими катехизацией. Над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Где? Это не послание Павла, а правило Павла. Это даже некоторые не знают. Ладийский собор 45, 46, 47. 6. Силенский собор 78 правило. Вот сколько нарушают священники, когда говорят слюнями, песком можно крестить. Я их называю слюнявые песочники. Воды никакой нету. Полное троекратное погружение. Обливание, мочение, закрещение не признается. И не уверовавшие, непогруженные считаются некрещенными. Апостольское правило 50. Вот нападают священники. Да Игнатий говорит, и так, конечно, мы должны признать, что совершаем крещение не по уставу. Чего тебе еще больше надо? Ты же говоришь, что не по уставу. Не по уставу у тебя будет литургия. Квас вместо вина будет считаться? Нет. А почему ты решил, что без воды крещение? От воды и духа, ни от песка, ни от слюней. Распустили слюни-то. Это действительно, воистину, что на плевательское отношение только плевать могут. Дальше. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Ну, пускай они покажут. Где? Для неверующих не совершается ни крещение их детей, ни отпевание, ни других треб и таинств. Где написано? 2 Коринфянам 6, 14, 15. 6 Вселенский Собор, 96 правило. 7 Вселенский, 8 правило. 1 Вселенский, 2 правило. Апостольское, 47 правило. Василия Великого, 1 правило. Новая скрижаль, страница 365. Я зачем это все выбирал? Показать, что все потоптано, поругано. А у нас одинаково, как в патриархии. Нет, не одинаково. Вот когда все вот это будут выполнять, будет одинаково. А могут выполнять? Не могут. У них главное это корысть и трусость. Запомните это. Это главное, трусость и корысть. Они этого даже не знают. И залгавшись до беспредела. Что угодно говорят. Страха Божия нет. Дальше. 12. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко кресту, к причастию первого. Это еще где-то они могут выполнить? Но не знаю, не видел. Допускаю. 13. Без нужды три воскресных дня к ряду. Призревшие, богослужения, отлучаются. Три воскресенья не было ни на работе, нигде. Я просто не пришел. Он только с оглашенными будет стоять. Дальше отдельный будет разговор. Да как вы теряете? Мы теряем не из-за этого. Я поясню, из-за чего мы теряем. Из-за того, что мы не поддались первой, когда еще образовали, нас сильно давили зарубежные. Как вы можете признавать благодатной московскую патриархию? Да зачем вы тогда зарубежными считаетесь? Считали и считаем благодатной. Вот мне звонит. Ну, недавно. Мне вот трудно ходить. Трудно ходить. Рядом храмы есть, там ходить и где. Понимаете, я сам ее выталкиваю отсюда, как будто. Ну, будет тепло, можешь ходить. Она уже за это время привыкает, ни за что не отвечать, десятину не в платить. Она уже больше не появляется. Какой? Рядом там Андреевский или Никольский. Какой храм? Где тебе ближе-то? Иди. Вот она экономия где. У нас только вот здесь идет. По любви к человеку. Почему? А я считаю, благодатные они. И люди, которые ушли, это те, которые слышали от нас это многократно. И они там находятся. А теперь выискивают. Были в церкви, не в церкви. Крещение. Все поруганное остается. Шестой Вселенский собор. Восьмидесятое правило об этом говорит. За три воскресных дня. Если сейчас патриархию включить, у них кроме уборщиц никого не останется. Дальше. Гамбский пятый. И Антиохийский собор второй. Один священник просчитал и говорит, так тогда я должен с соглашенными выйти. Ну и выйди. И начни с нуля. Глядя на тебя другие. А вы бы что-то сделать вам бы отдали по-кровски смогли бы? Не знаю, но постарался бы. А что, ну, собрал бы с пенсии. У меня пенсия сейчас 5608 рублей. Большой амбарный замок купил и запер храм. Думаю, помогло бы. А потом в этот же день начать занятия. Месяца через три покаявшихся начинают запускать через цепь. По одному цепь маленько приоткрыть, замок-то снять и по одному. И что? Больше людей будет. Я знаю это. Это было при Деке 249-251 год. Ударил, и одна пыль пошла от церкви. Но обновление произошло первые два года. И людей стало больше. А он теперь и не нужен, этот ворчеватель. Его убили. И так и везде. 14. Табакокурение, пьянство, бродобритие, волшебство, зрелище запрещены. Ну, пускай это включат. Бритых и устаробрядцев везде верещают у нас. Отрого в помине даже нет. Он бороду портит. Стоять будет, пока не отрастет. Не мы эти правила установили. Это Давид, святой псалмопевис, показал нам. Дальше. Табакокурения нет. У греков епископы курят, священники. Я говорю, как? Ну, вот он курит. Ну, я сейчас подойду к нему. Он говорит, папиросу переложит сюда. С папиросы не благословляет. Сначала переложит, а потом благословит. А потом, блядь, закурит. Притом, это за грех не считается. Оправдать можно. А почему? Нигде не написано про табак. Ну, и правда не написано. Не написано. А написано, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Ты минимум 12 лет жизни отрываешь. Ты это не слышал? Рак легкий. Ты знаешь, это храм, это тело твое. Зачем тебе дым это нужен? Оправдать можешь что угодно. Аборт. А зачем нищету плодить? За 25 перестройки 120 миллионов по России убили. И ратуют за нее. Сейчас вышел фильм как раз Леофанта, который показывает одну семью. Да, может быть, не столько он выпил, не 8 бутылок, а 7 с половиной. Но это то, что есть. Статистику возьмите, сколько погибает. Сколько человеку, чтобы зайти за грань возможно, кажется, 3 что ли там литра. 3 литра, это уже предельно норма. У нас 11 литров на человека, считая младенцев за год. Вы посмотрите статистику, кого защищать-то. Наоборот, сказать, хорошо показали это все, будем плакать и молиться, чтобы этого не было у нас. А язву не открыть. У вас больные, когда лещатся, открывают все-таки где-то тело свое? Или как лещат? Просто пришел в одежде, погладили, пошли? Нет. Мы открываем это. Так. 15 за порядком в храме наблюдает староста и стража у дверей. Числа 1,53, 8,26, деяние 5,13. Из посторонних никто не смел. Это им не выполнить никогда. Повторяю, не выполнить. Они боятся остаться без хлеба. Ну остановите их, поговорите, переоденьтесь. Почему? Вот по теряевке спрашивают, а вы разве выводите? Положено выводить, когда в брюхах приходят женщины? Я говорю, мы не выводим их. Если в брюхах, почему? Да потому что они запустили, выводить некого. Чего же мы их будем выводить-то? Ну у нас есть платки, выйдут с юбками, в лагере есть, наденут. Одна была, ни одна юбка не лезет. Ну, корабль широкой кормой. Но все равно одели, дали материю, замоталось, за стол усадили. Сейчас закончим. Я по этому поводу хотел сказать. 16-е. После окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим. Оказать внимание, по возможности ответить на вопросы. Благодарю, Виктор Андреевич. Поверь, я там найдешь где. Говори. Как раз по 15-му правилу я проверил. В 99-м году в Никольском храме вывесили, что нельзя женщинам заходить накрашенными и в штанах. Ну, я зашел в Никольский, помолился. Как вышел с литургии-то. Смотрю, а там продолжают всегда идти. Ну, идут там свечки покупать или что там. Там же еще киоск. И вижу все в штанах, крашеные, кому не лень. Что-то возревновало ревность у меня большая. Я решил просто стоять и показывать на этот плакат им. Ну, может не видят просто. Ну, глаза зарешочены уже, хотят что-нибудь купить. Ну, и стою и показываю. Женщина идет в штанах. Я вот так раз пальцем, она прочитает. Остановится. Другая зайдет. А что нельзя? Я стою и молчу, опять пальцем показываю. Вообще ничего не говорю. Просто пальцем. Набился тамбур. Набился. А одна посмотрела, у нее совесть заигвала. Она даже в юбке короткой. А в таких тоже нельзя. Я говорю, ну, головой киваю. Нет. Стоят дальше. Пока не пришли, церковные какие-то там бабки. На меня так посмотрели. Но они проходят спокойно. Они все в платках, завязаны узлами. Как надо там. Они не в штанах, естественно. Но вот на меня взглянули острым своим пронзительным взором. Зашли раз. Потом вышел там стражник ихний. Такой с бородкой стриженной, конечно. И он сразу ко мне. А ты что тут? Я стою и плечами пожал. Показал. У них там везде газеты висят. Я попутно читаю там газету еще. Я показываю газету. Читаю газету. Показываю, что вот это все читаю. Что, читаешь что ли стоишь? Ну да. А это что все стоят? Я говорю, показал ему. Вот штаны. А не о чем? Штанах же нельзя. Он говорит, ты что тут баламутишь? Ну давай, говорит, пошел отсюда быстро. Короче, вычислил меня. Ну, ничего не надо людям. Только показать. И все. У вас же есть плакаты. Поставьте стражник. Это у дверей стражника. И все было бы хорошо. Люди понятливые. С ними только беседовать надо. Ну дай бог, чтобы хоть один такой. Я совершенно из рамки вон выходящий. Захожу в Никольский собор. А там душевного газета продавалась. Русь православная. Гляжу, мужчина стоит в очереди. Папироска в руке дымится. В шапке. И рядом с ним собака. В храме. В храме прямо. Я ему говорю, с собакой-то нельзя. Нельзя. Он пока еще думал. Так и шапку снять надо. Он шапку снял. Я говорю, с папиросой нельзя. Да вы что? Он тогда со мной вышел. Меня сразу вышли цели. Мы только вышли на крыльцо. Слушка. Никогда, может, я не выходил. Мигом выскочил. Почему человека вывели? Да я не вывел. Я ему сказал. Идите к своим баптистам. Там порядок наводили. Ишь, пришли тут. То есть я и баптист. И у баптистов шапки там нельзя. И прочее. Все. Ну я что? До свидания. Пошел. А сколько я не видел-то, когда хожу-то. Я их вообще не вижу. Сделайте, чтобы нищие у вас не просили. Не нищие, а эти попрошайки. Пьяницы-то. Почему? Канон есть. Пока епископ не проверит, что ему нет социальной помощи, нет пенсии. Он не может жить. Даст ему грамоту. Даже это им не сделать никогда. Почему? Они ничего не делают. Они единственное могут только что буйствовать. Когда замечают, что-то не по их делу. Я с ними в интернете знаю. Бешеные волки. Так что все. Все я процент не знаю. Но если они видят, что не так, они из себя выходят. Страшно гневливые. И сразу подкапываются, начинают где-то искать. Кто-то что-то сказал там про меня. Да не во мне дело-то. Каноны нарушаете-то. Ему не важны каноны. Ему главное меня в порошок стереть. И поэтому ничего и не будет. Вот сегодня мы отмечаем 24-летие нашей общины. Что интересно. Виктор Андреевич считал, 14-го сенот зарубежный в Нью-Йорке нас принимают. Мы понятия об этом не имеем никакого. А 19-го, пока оттуда дойдет это решение. А мы 19-го января, мы совершаем как раз начало, принимаем устав о том, чтобы образоваться в общину. То есть одно к одному. Вот говорили, какие совпадения, что Крестовозвиженское. Для меня самое почти интересное, то что, ну, мое имя редкое. Я в интернет закладываю, Игнатий Тихонович, нет такого. Мне встретился только один человек и говорит, у меня дядя Игнатий Тихонович в Москве генерал. Но я не вышел генерала. И вдруг здесь был как раз священник Игнатий Тихонович. И главное, 28 мая, день моего рождения. И название общины. Слишком много совпадений. Тем более мы не подкатывали, не знали. И потом, когда открыли, мы могли бороться за другие заброшенные храмы, но именно за планетарий. И никто не знал. А узнается через 5 лет примерно, что-то Крестовозвиженское было, община. А у нас было названо Крестовозвиженское. Не надо было менять, мы так его по-старому назвали. То есть все это говорит о предведении Божьем, и Бог нас ведет. Я каждый раз говорю, из этих, кто сейчас слушает, еще кто-то уйдет. Кто общиной не дорожит, ему все равно, что родные и близкие люди. Мы сидим как за одним столом. Это сегодня пытаются отметить как-то. Им все равно. На благовестие никогда не поедут, не поревнуют, не попросятся. Ну, как принимают в нуждах церкви, не знаю, сколько они жертвуют. Ну, как это быть? Без благовестия. И поэтому, если тебе это нет и разницы нет, а тебе объявляют там это все равно, то тебе здесь не за чем быть. Ты это понимаешь, и поэтому уходишь. Цени общину. Это общий дух. Сегодня почему мало? 36 градусов мороза. Многие звонили, мы не можем там с ребятишками. Мед. Сколько сразу? Одновременно пять человек не пришли. Бабушки тут снег лел, мел, мел, сугробы откуда-то. Причина понятна. Им передайте, о чем мы говорили. Передайте им поклон. Игорь Николаевич, как наблюдатель, небольшое замечание. Сестры, дорогие. Вот Марины нет. Марина все время следила за тем, чтобы было все для причастия готово. Водичка теплая, в чайнике и все это остальное. Сегодня Марины нет и все. Я сунулся наливать из чайника, какая-то жидкость непонятная совершенно. Мороз не поехала. Нет, просто не то, что Марина не поехала. Что чайник не готов. Ну, Марины нет. Ну, другой. Возьмите, Марина одно. Марина нет, значит, кто-то еще один. Нет второго, а зачем третий? Возьмите под контроль это. Чтобы не было такого. А то я сегодня сунулся, из чайника наливать непонятно что. По вкусу вообще что-то непонятное. Спрашиваю Александра Михайловна, говорит, это чай. Зачем чай туда наливать? Какой чай? О чем речь? Нужно запивать простой водой. Нет. Вот чай спрячьте туда, не выносите его и все. А его вообще вот так всегда стоит. Ну, одним словом, вот она хочет пояснить. Когда это воды нету, я пришла, там никакой воды. Ни в самоваре, ни в чайнике нету. А там чайник, в котором всегда оставалась вся вода, но там без заварки она была. Там темно, я поэтому налила. Ну, надо контролировать. Так, отдельный чайник купите, сложите, скупите отдельный чайник. Он отдельный и есть. Зачем тогда? Ну, из того чайника наливать? Там вообще все понятно. Ясно. Ну, человек первый раз наливает. Ладно, извините. По собранию, по общему вопросу. Нет, спрашиваю. А откуда наливается-то туда? Скупите, пожалуйста. Марина специально аппетитно. В рабочем порядке, сестры, примите. Марина специально аппетитно наливает, все. Что так непонятно? Примите это к сведению. Марины нету, еще кто-то. Возьмите на себя это. Второго нету, значит, третий. Чтобы продублировать неоднократно. Вопросы есть, потому что сегодня говорилось по поводу дня рождения общины. Вопросы? Кто-то хочет сказать? Напомню, что в феврале, посмотрите, почитайте, у нас день образования нашего сайта. Форума, ютуба, мейл.ру. Сплошные праздники. Отметим, слишком большая работа там идет у нас. В феврале, кажется, первое воскресенье. Можно сказать, я хочу сказать так, что все говорят там уникальное, вот в общем, о чем вы одни спасетесь. Я там вот не могу сказать, что мы одни спасемся. Но я могу сказать, что были еще общины апостольские. О других не могу говорить, что были такие общины, где ходили, благовествовали люди бы, собирались, чтобы трапезное, это было как второе помещение. Молитвенное, молитвенное как бы. Как вот есть молитвенное, где молятся, и трапезное, где мы столько благословений получили. Я даже не думаю, я даже думаю, как бы не больше, чем даже в литургии. Вот в чем дело-то идет. Ну, не говорю о таинствах я, а на слух, что берется и для веры, запоминания. И думаю, что если бы, как говорит апостол Павел, зайдет кто-нибудь и услышит у вас, и скажет, истинно с вами Бог, и пойдет, и поклонится, то есть пред Господом, и уверует. Я думаю, что вот здесь вот трапезной, при некоторых обстоятельствах, вот такое могло бы быть с человеком. И возможно, у кого-то даже такое было. Ну, такое чувство покаянное. Именно здесь, здесь и проповеди, какие вдохновенные у нас звучали, и все. Такого нету вообще нигде, чтобы было разделение молитвенное, и потом дальше трапезное, как катехизаторское. Как там, где оглашают о вере Христовой, чтобы человеку было понятно. Ну, мы так просто в такие условия поставлены, когда язык богослужения не понимаем мы. Из-за него почему-то бьются очень многие высокопоставленные деятели церковные. Ну, я считаю, что невежество со всех щелей сквозит, когда начинают биться за то, что раз вы не понимаете, начинайте все учить церковно-славянский. Но этого быть не может, чтобы люди, которые родились и с младенчества воспитывались в другом языке, и думают на этом языке, могли переменить все вдруг сразу. Хотя евреи это показали, они смогли, у них язык выучили. Но мы нигде не видим, чтобы это было в России. И надо ли это? И когда начинаешь говорить о том, что этот язык специально был придуман для того, чтобы богослужение было в церкви, то есть церковно-славянский называется язык, неразговорный. Все начинают упираться и говорить, нет, значит, Бог это предусмотрел, что такой прекрасный язык, он тогда человеку как-то в душу проникает, ложится там на сердце, какую-то такую мистику начинают развивать в своих речах, философствовать, что иной раз думаешь, может быть, я чего-то и упускаю, когда читаю Евангелие. Где Христос об этом говорил? Ну, мы читаем, мы не видим ничего. Христос говорил о том, что было на понятном языке, апостол Павел подтверждает это все. Господь еще и говорит так, что притчами, говорит, вам говорю, этим, говорит, притчами, а вы вот спросили, я вам сейчас разъясню, еще и в притчах, то есть как это, да сословия еще были, то есть этим попонятнее, богатым, ну, вот так, побольше можно, то есть Господь это все видел, почему мы это не видим? Все, давайте поможем. Слава Христу. Достойно есть якова истину, блажите Тя Богородицу, призноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Терафин, без искрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, слава Тебе за великую милость, о которой Ты напомнил нам сегодня, Ты собрал нас по Слову Твоему, хвала Тебе, да будет благословенно это, дружина и место. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Так, ну что, помолимся? Отче наш или что? Или мы вообще просто сложим, а тогда и разойдемся? Ну, Отче наш. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приидится свет Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи благослови, принять дары Твои, в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Может, еще кто-то что-то скажет? До конца, чтобы только вас поменила пища, чтобы такую речь. Дайте чем-нибудь запихивать, да? В каком случае?